Итоговый форум «Лидерство – это реальность» состоялся в правительстве Московской области. За четыре года это уже 55-я встреча общественных организаций и представителей региональной власти. Форум стал эффективной площадкой, где активисты могут напрямую пообщаться с чиновниками. Форум «Лидерство – это реальность» в этот раз был посвящен подведению итогов работы общественных организаций и представителей региональной власти. В течение четырех лет в муниципалитетах Подмосковья прошло 54 межмуниципальных и муниципальных мероприятия. И уже сегодня их эффективность подкреплена конкретными действиями, решенными проблемами жителей. Из полутора тысяч наказов в адрес чиновников более половины предложений уже реализованы. Проблемы у нас сегодня – это проблемы общие и наши, гражданское общество Московской области, и власти. Они одинаковые. Мы все за то, чтобы дороги были ухоженными, удобными, и чтобы они были. Мы все за то, чтобы в домах было тепло, чтобы здравоохранение отвечало нашим чаяниям. В сложные времена как себя ведет семья? Семья ведет себя примерно так – садится за стол и обсуждает, от чего можно и нужно отказаться, а что во что бы то ни стало надо делать. Работа форума прошла в нескольких форматах – круглый стол, конференция и пленарное заседание. Круглый стол посвятили теме открытости власти и формированию благоприятного общественного мнения о деятельности НКО. Тема конференции – сопровождение подготовки и проведение выборов в органы власти. Мероприятие провели первые лица региона. Сегодня собрались активные муниципальные образования, активные жители, главы, представители общественности для диалога и понимания. Те вопросы, которые были акцентированы на данных форумах, решены либо нет, либо в какой стадии они находятся. У нас форум «Лидерство. Эта реальность» проходил в июле 2016 года. Были определены точки развития, а сегодня представлен стенд – стенд достижений нашего городского округа. Достижения муниципалитета Фаочи. Во время форума развернулась выставка, где районы и округи представили основные свои направления, в которых в течение года у них наблюдался прорыв. К примеру, у «Люберц» это снаряжение парашютиста для спецконтингента. Оно уникально. С ним можно выполнять прыжки с высоты до 10 километров. Кроме разработок легендарного завода «Звезда» и миниатюрных моделей вертолетов России, по-настоящему спортивные «Люберцы» показали посетителям свои способности в этом направлении. Общественники из русского характера провели во время выставки импровизированное шоу. Также в «Люберцах» чтут и историческое прошлое. О знамени Победы, созданном вручную активистами, знают уже и за пределами региона. На нем вышиты имена героев тамилинских и малаховских семей, участников Великой Отечественной войны. Пока его площадь составляет 78 квадратных метров. Для нас, конечно, огромная честь, что нас не просто заметили, но сегодня пригласили на форум лидеров. Потому что проект действительно, точнее, знамя Победы Томилина, действительно лидер. Это помогло нам, просто томилинцам разных национальностей, объединиться. То есть для нас это стал проект, наверное, многонациональный. Действительно, когда нашим главным девизом стало, что вот наша сила в единстве. Однако в этот день «Люберцы» объединились и на форуме. Вместе с муниципальной делегацией. Встречу посетил глава округа Владимир Ружицкий. Время прошло и показало, что те темпы, которые набрала Московская область, они достаточно мощные. Они за это время очень многое сделано. И это делается, опираясь на мнение людей, на мнение жителей. Потому что в основе лидерства – это реальность, вот такой идеологии. Основа основ, когда именно власть, открытая власть, она опирается, она советуется, она обращает внимание, какие же проблемы у людей. Напомню, форумы с членами общественных палат, представителями власти и активными жителями Подмосковья проводятся по инициативе губернатора Андрея Воробьева. За четыре года в мероприятиях «Идеологии лидерства» поучаствовали более 15 тысяч активистов. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.